МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите программу Суровый выходной, и меня по-прежнему зовут Эрнест Чуков. Мы по-прежнему находимся в Чигеме, где проходит Экстрим Фест Чигем-2016. Идет третий, к сожалению, уже заключительный день этого фестиваля. Но, тем не менее, все экстремальные развлечения продолжаются. Давайте, не будем долго говорить, еще нужно многим чем успеть заняться. Давайте, оставайтесь с нами, мы вам покажем все, что здесь можно увидеть. Пойдемте. Третий день Экстрим Феста начался с небольшого дождя, но благо он быстро закончился, и многочисленные туристы вновь повылазили из своих палаток. В этом людском потоке можно было встретить и тех, кто приехал сюда просто полюбоваться красивейшей природой, и тех, кто пытался успеть на все виды экстремальных развлечений. Ну и первые, и вторые в любом случае увезут отсюда массу положительных эмоций. Здесь на фесте присутствует любитель экстремального вида отдыха из абсолютно разных регионов России, и включают такие достаточно дальние. Вот эта группа, ребята, вы из Волгограда, да, мне сказали. Сколько километров до сюда? Почти тысячи километров. Тысячи километров вы проехали, чтобы проверить себя, да, насладиться природой. Как вообще вам фестиваль? Расскажите, что же успели попробовать? Ну, я впервые на такого рода фестивале. Спасибо организаторам, Марата, Николая Тасьянова. Кроковый уровень фестиваль. Я попробовала полетать на параплане впервые. И как? Ощущения? Мне понравилось. Ну, ощутила себя птицей. Страха никакого нет, только красота. Такая экскурсия с неба получается. Теперь я ворошиловский стрелок, попробовала стрелять из лука. Рубин Гуд? Да, Рубин Гуд. Рубин Гуд, в общем-то, женский гуд. Да. А вам что? Я попробовала троллей. Очень интересно, с видеосъемкой. Да. Двести метров, конечно, высота, очень тяжело было туда взбираться. Погодные условия были экстремальные. То дождь, то солнце, то замерзали, то вон обгорели все. Ну, очень интересно. Хотелось, конечно, роп-джампинг еще успеть попробовать. Ну, не знаю, как будет погода. Да, много от погоды зависит. Но в целом, если такой, понятно, что фестиваль еще продолжается. Но вы домой вернетесь. Эмоции, какие передадите своим родственникам, друзьям? Что расскажете? Нравилось, не понравилось? Боже, Сидешка. Очень понравилось. Во-первых, расскажем о природе. Во-вторых, то есть множество разнообразных видов спорта, которые, ну, как в обычной жизни, не всякие попробуют. Во-вторых, изумительной красоты горы и окрестностей. В-третьих, уникальная фауна, в конце концов. Даже если и так, люди доброжелательные. Да, очень щедрые. Знаете, мне местному человеку, я тоже родом с Кавказа, очень приятно слышать это. Я надеюсь, что вам понравилось у нас на Кавказе. Приезжайте к нам еще раз. Это может быть и сюда, Кабардино-Балкария. Это может быть и Карачаево-Черкесия. В Архив посетите зимний. У нас молодой развивающийся курорт. Я абсолютно уверен, вам понравится. Ну, хочу вам пожелать от себя еще успеть все, что вы наметили. Чтоб домой вернулись отдохнувшими, загорелыми, немного уставшими. Но самое главное, чтобы у вас эмоций хватило еще на долгое-долгое время. Все, хорошего дня вам. Друзья, мы пойдемте познакомимся с другими еще участниками. Здесь, повторюсь, ну, по предварительным посчетам, за три дня фестиваль должны посетить около двух тысяч человек. География обширная. Крым, Ростовская область, Москва. В общем, перечислять это долго и не нужно. Просто пойдемте познакомиться с людьми дальше. Алиса, у вас нервная система крепкая? Очень. Вот это хорошо, а то я плохо очень рисую. Давайте, учите меня. Ну, чем? Как вы? Эрнест. Эрнест. Так. Это бумага для акварели. Еще, подруга. А чем она? Обратите внимание, что она шураховная. Да. С другой стороны она гладкая. Спитальная бумага для акварели. Вот не хватит себе на колесе. Последний раз рисовал в классе седьмом. В школе, да? В школе, да. Я ничего никогда не поздно начать. Могут ли есть карандаш? Ух ты, краски акварели. Нет, другой тоже. Да, это был просто. Посмотрите, я дадил нормальный карандаш, потому что у нас вот такой... Нормальный, ничего. Нормальный карандаш. Итак, мы рисовать с вами будем пейзаж. Да, пейзаж. Мы нарисуем вот этот вид. Здесь нет карандаш. Мы видим, да? Большину. Угу. Мы посчитаем, может быть, вот, в речи, в речи. Ага. В дальние дни они более темные, находятся в тени. Видишь? Да. Вот, где на переднем плане цвета. Уберется этот оттенок и падает кусочек соли. Ага. Уберется этот оттенок. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А где и чем, какими красками? Так, давай, чтобы поддержка была, мы же не возьмем краски, да? Мы возьмем темно-зеленый, немножко фиолетового. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Спасибо Теперь точно 10 тысяч условных единиц. Звоните, последнее предложение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо А можно я картину заберу? Конечно, бери. Все, это самое главное. Я напоминаю, 10 тысяч долларов, звоните. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Духом светел и чист Ни подвластен, ни грязи, ни им Лотов в темном пруду. Ваш магазин спорттовары предлагает тренажеры силовые для фитнеса, беговые дорожки, велотренажеры, эллипсоиды, аксессуары для спортивных единоборств. Город Черкесск, улица Балахонова, 24, и Ленина, 179, торговый центр, поиск, цокольный этаж, телефон 8-928-385-26-22. Подари своим близким здоровье. Студия чистоты Лотос представляет. Впервые в Карачаево-Черкесии полностью автоматизированная ковромоечная машина от мирового лидера, производителя испанской фирмы Катинет. Машина фирмы Катинет обеспечивает профессиональный уход за коврами, дорожками и ковровыми покрытиями. Выбивание пыли, накопившейся глубоко в ворсе. Выведение пятен любого происхождения. Мойка и поднятие ворса с помощью экологически безопасного шампуня-кондиционера. Сушка в специализированной сушильной камере. Студия чистоты Лотос. Все, что нужно, чтобы поддержать чистоту дома с заботой о вашем здоровье. Субтитры подогнал «Симон» Фитнес-зал нового поколения «Реактив». ЭМС-тренировки. 25 минут на нашем тренажере равносильно пяти часам занятий в обычном зале. Спа-зона. Групповые занятия. Спортивное питание. Наши консультанты будут рады вам помочь. Наш адрес – улица Октябрьская, 380 В. Телефон 28-42-46. 28-42-46. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Наконец погода немного сжалилась над участниками феста и все ринулись пробовать то, чего еще не пробовали. Наш взгляд упал на рафт. Решено. Едем на рафтинг. Ехать было недалеко. Буквально тут же протекает небольшая, но очень быстрая и местами коварная река Чигем. Вот по ней мы и должны были сплавиться. Но, как и положено, перед началом обязательный инструктаж. Следующим нашим испытанием станет рафтинг. Буквально через несколько минут после окончания инструктажа мы спустимся на воду. Главный инструктаж. У нас, собственно, две команды всего. Все вперед, работаем вперед, команда основная. Или работаем назад. Все назад. И еще. Для того, чтобы повернуть раз вправо-влево, раз вправо-вновь влево, идет команда правый назад или правый вперед. Левый назад или левый вперед. Это команда по бортам. То есть, левый борт работает полностью, работает вперед по команде. Левый вперед. А правый борт работает назад по команде правый назад. Тогда она абсолютно разворачивается. Таких участков у нас довольно много. Поэтому эта команда будет постоянно. Постарайтесь запомнить, кто на таком борту сидит. Потому что иногда просто забываешь, тебе идет команда или не тебе. Поэтому правый назад, правый вперед, левый назад, левый вперед. Все вперед, все назад. Вот эти команды это основные команды для вас, для сплава. Наконец, мы все уселись и, как и положено, поздоровались с рекой. И бурное течение унесло рафт вниз навстречу приключениям. С первых метров спуска, с первыми брызгами холодной воды в лицо сердце начинает бешено стучать. Уровень адреналина зашкаливает, но, скажу честно, об опасности не думаешь. Зычный голос инструктора как-то вселяет уверенность. Несколько километров по водной глади прошли, как один миг. И вот, после сплава, как и положено, инструкторы принимают нас в рафтеры. Значит, люди, которые находились хотя бы раз в рафте, и руки их держали весло и совершали, пусть судорожные, но все равно движение для достижения цели финиша, они называются рафтеры или спортсмены-водники. Посвящение выполняется ударом весла по голове. Честь принять спортсмены-водники в славной республике Кабардино-Балкарии представляется Коробейникова Алексея представителя не менее славной республики Адыгеи. Давай, Алексей, жги! Приступим, весло правда легкое не очень получится, но я надеюсь спокойно. Да, ладно. Посмотрите, сейчас адыгейский удар. Бамс! Посвящаю вас рыцари весла и рафта! Ура! Приехав в горный лагерь, переодевшись в сухое и согревшись горячим горным чаем, мы вновь окунулись в атмосферу фестиваля. Друзья, конечно же я хочу вам представить идейного вдохновителя, организатора всего этого безумия экстремального это Николай Касьянов, президент Северокавказского географического общества. Николай, в очередной раз поражаюсь твоим организаторским способностям. Спасибо. Во-первых, сложно это все? Ну, сложности пленые есть, в первую очередь с погодой. Но в целом люди помогают, люди съехались интересные, жизнерадостные и даже дождь нам не помеха. Конечно, вот я уже мы тут видим, фестиваль развивается, люди прыгают, бегают, занимаются своим любимым делом. Сколько здесь примерно сейчас туристов? Примерно сейчас, ну, с разных регионов России за все три дня поучаствовало около 700 человек. Вот, при этом приехало много ребят из ближнего зарубежья, плюс были ребята из дальнего зарубежья, это Канада, потом Эквадор, Америка даже были участники, но если брать ближние зарубежья, то все наши братские республики, плюс даже Киев, и могу подчеркнуть Донецк и Луганск, вот, тоже ребята были, и все было дружно, здорово, никакой политики. спорт экстрим вне политики. То есть этот фестиваль Экстрим Фест Чигем 2016 можно смело назвать международным. Да, у него именно такой потенциал. Отличный статус. Сразу хочу спросить про будущее. Видно, что первого удался. Самый главный признак это довольные лица. Планы? Планы. Ну, во-первых, мы будем расширяться в следующем году, а мы рассчитываем все-таки сделать следующий Экстрим Фест уже в июне. Не в июле, а в июне. И думаем уже привлечь как можно больше стран, спортсменов из разных стран. И добавить, конечно же, дисциплин в Экстриме. То есть сделать этот фестиваль таким, чтобы люди смогли попробовать и оценить на себе весь потенциал экстримальных видов спорта и горных видов спорта. То есть планы наполеоновские практически, можно сказать. Здесь же планируется в Чигеме? Да, мы считаем, что Верхний Чигем и Парадром Чигем это великолепная платформа для реализации многих планов, связанных со спортом, связанных со сверхлегкой авиацией, ну и всеми видами, которые у нас есть, которые можно вообще продвигать на Кавказе. Поэтому только здесь. Коль, ну это планы на через год, на дальнее будущее. Ближайшее, я понимаю, что ваше географическое сообщество северокавказское, ни дня без дела не сидит, только одно мероприятие проходит, уже другое. Ближайшие планы, какие, куда людям, ты вот расскажи, расскажи, куда людям стоит паковать чемоданы, собираться, что им предстоит сделать и где? Друзья, ну северокавказское географическое общество. Во-первых, мы занимаемся продвижением маршрутов и мы разрабатываем маршруты. Мы основываем те маршруты, которые были когда-то созданы еще в советские времена, протоптаны, и мы стараемся их вернуть к жизни, чтобы люди посмотрели все эти красоты, оценили весь потенциал не только Кавказа, но и Юга России. Поэтому Крым, обязательно Крым, там очень много маршрутов, очень много неизведанного, несмотря ни на что. А также мы сейчас намечаем все-таки развернуть интересный лагерь в Архизе, это будет ближе уже к осени, и приглашаем всех на один из очередных тестов, фестиваля. В Архизе у нас в Карачаево-Черкесии? Да, в Карачаево-Черкесии. Где людям узнать информацию? Они могут найти нас в социальных сетях, ВКонтакте, также в Инстаграме, мы собираемся все-таки в Одноклассниках тоже побывать, чтобы ребята постарше тоже нас видели. Ну, основная, конечно, платформа в социальной сети ВКонтакте. Люди могут посмотреть, оценить наши возможности, потенциалы, поучаствовать в разных мероприятиях. То есть нужно найти страничку Северо-Кавказского географического общества, там все написано, да? Все верно. И все будет написано, что будет в Архизе проходить, когда сроки, порядок участия, все указано. Да, но ребята должны учитывать то, что очень заранее это не будет, потому что мы коллектив творческий, вот. И, конечно же, мы в большей степени болеем за идеи. Вот. Поэтому, как только мы добьемся хорошего результата и качества, мы обязательно это покажем, расскажем, и люди смогут почитать и поучаствовать. Ладно, не буду задерживать твое время, я знаю, уже столпилась куча народа, которые хотят опять же спросить совет, куда нам ставить палатки, где выходить, на чем поедем, что нам кушать, когда нам что-то принесут. Спасибо, Коль, тебе за все, за эти эмоции, за то, что организовал. Надеюсь, мы не последний раз видимся. Ну, а самое главное, друзья, я хочу привести этого человека в пример, как человек, который болеет за свое дело, болеет за природу, за чистоту природы и обладает, на мой взгляд, уникальными организаторскими способностями. Если бы у меня было хотя бы 10% таких способностей, я бы уже был бы президентом России, наверное. Все, спасибо, Коль, спасибо еще раз, удачи. Все, а мы пойдем дальше по лагерю погуляем. Ну, что ж, как бы это не звучало прискорбно, но Экстрим Фест подошел к концу. За эти три дня мы испытали такое количество эмоций, новых ощущений, драйва, экстрима, что, наверное, хватит надолго. Этот фестиваль прошел на ура. Все, которые здесь были, все люди, они уезжают домой с таким прекрасным настроением. Вот сейчас все уже разъезжаются, собирают палатки. К сожалению, пора ехать. И нам, нас ждет Корчаева Черкесия, нас ждет любимый Черкесск. На этом наш сегодняшний выпуск программы «Суровый выходной» подошел к концу. Смотрите нас ровно через неделю. на телеканале «Архейс-24». В субботу 18.10. Меня зовут Тернес Чулков. Берегите себя и будьте счастливы. Пока. Уже после окончания съемок до нас дошла трагическая новость. Во время очередного сплава на рафте на одном из самых опасных участков реки лодка перевернулась. В ледяной поток оказались выброшены шесть человек. Троим удалось спастись, но еще троих река забрала к себе. В числе погибших два инструктора Алексей Коробейников и Юрий Растяпин. Два профессионала, имевшие полвека стажа на двоих, погибли, спасая 25-летнюю Татьяну Волкову из Ставропольского края. К сожалению, Татьяна тоже погибла. Субтитры создавал DimaTorzok Меня ждут несколько спортивных испытаний. Что это за испытания, вы узнаете чуть-чуть позже. Ну а пока оставайтесь с нами, мы начинаем. В качестве тренировки мы поедем от нашего места работы ваул Хабез. Это 50 километров, примерно такой же путь нам предстоит каждый день проходить в велопногодневке. Мы прыгнем сегодня со скалы. до 60 километров проедем через Усть-Джигутинский район и будем к самому Карачайскому. Путь у нас займет по нашим раскладам часов 5-6, а там видно будет. Я пройду верхом на вот этом скакуне 50 километров. последние метры остались. еще чуть-чуть еще чуть-чуть сегодня мы в ауле Учкулан, где через несколько минут начнется битва в горах. на основной трассу меня не пустили, организаторы сказали, что я убьюсь раньше времени. Я прошел. Я прошел.